Паводок прошлого года не повторится. По долгосрочным прогнозам Гидромедцентра Северного управления, уровни воды в этом году не должны превысить неблагоприятную отметку. Несмотря на это, подготовка к весеннему половодию уже началась. В рамках утвержденного плана противопаводковых мероприятий округ, город, искатели и заполярный район готовят резервы необходимых сил и средств на случай непредвиденных капризов природы. На Печоре, на участке Усть-Уса-Ермиц, ледоход ожидается 13-17 мая, на Нинмаре 25-27. Уровни воды обещают быть благоприятными – 470-530 см. Специалисты отмечают, что при заторах уровни воды в городе могут достигнуть отметки в 600 см, при критической – в 620 и опасной – в 670. В районе Харуты прогнозируемые уровни воды – 860-900 см, критическая отметка – 920. Ожидается, что в поселке Харивер вода прибудет до отметки 980-1020 см, при критической отметке – в 1150 см. Формирование заторов льда наиболее вероятно в районе населенных пунктов Тошвиска, Великовисочная, Каменка и Хангурей. Исходя из долгосрочного прогноза, специалисты делают вывод, что угроза жизни в зоне подтопления отсутствует. Впрочем, несмотря на благоприятный прогноз, подготовку к паводку никто не отменял. Округ, район, искатели и город перешли в активную фазу подготовки противопаводковых мероприятий. Мы ведь работы начали с осени. Мы вспомнили там про некоторые насыпи, которые с нами в прошлом году, но мы с осени уже их подсыпали. Финансовых средств на случай неблагоприятного развития ситуации в городе достаточно, с учетом всех резервов – более 7 миллионов рублей. Кроме того, готовятся резервы сил и средств – это спецтехника, электростанции и мотопомпы, песок, гравий, модульные плавучие конструкции и пешеходные трапы. Новшеством этого года станут уровни меры. На территории города будут установлены два датчика. Они будут вести постоянный контроль уровня воды. Вся информация будет оперативно поступать в единую диспетчерскую службу. Активно готовятся и в поселке Искателей. Создан резерв финансовых средств. Подготовлена механизированная группа для оперативного реагирования по отсыпке песка. По результатам прошлого года определены опасные места, где возможно подтопление. Напомню, в прошлом году у Искателей был подтоплен всего один дом. Вода зашла на индивидуальный участок коттеджного поселка Вилыч. В конце прошлого года и в начале этого нами произведена вертикальная планировка данной территории, то есть подсыпка песком. То есть эта вся территория полностью защищена. По словам Николая Литвина, с учетом того прогноза, который сейчас есть, паводок поселку не страшен. Финансовое средство на ликвидацию последствий паводка заложил и Заполярный район, как отметил Олег Холодов на уровне прошлых лет. Статьи расходов прежние. Взрывные работы, транспортные расходы, выделены средства для муниципальных образований. Подготовку паводка в поселениях обсудят за главами муниципальных образований в режиме видеосвязи на одной из следующих комиссий по чрезвычайным ситуациям. Ирина Цепетова, Александр Дуркин, Телеканал Север.